23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Этот праздник установлен, как нас учили в советской школе, в честь событий 23 февраля 1918 года под Псковым и Нарвой, где якобы войска Красной Гвардии под предводительством матроса Павла Дыбенко дали отпор немецким отрядам кайзеровской Германии. На самом деле это очередная советская ложь и советский миф. Войска Красной Гвардии были разбиты и позорно бежали. Псков и Нарва были заняты немцами, а матрос Павел Дыбенко дезертировал и бежал с фронта, был пойман только в Самаре, за тысячи километров от Нарвы. 23 февраля 1918 года это великий и славный день русской истории. В этот день начался знаменитый легендарный ледяной поход белой армии. 23 февраля 1918 года белая русская армия под предводительством генералов Лавра Кормилова, Михаила Алексеева, Антона Деникина начала свой знаменитый первый кубанский ледяной поход. Небольшая горстка офицеров, солдат, казаков, юнкеров, кадетов. Как писал Михаил Алексеев, мы уходим в степи. Можно обернуться только, если будет милость божья. Но кто-то должен зажечь светоч среди охватившей Россию тьмы. Вечная память и вечная слава белым русским героям. С Днем Защитника Отечества!